Привет, Рук! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня, как вы поняли по названию ролика, мы приблизимся к концу моей коллекции, именно ААА. Ну, типа на 77-м регионе, но по факту уже не выйдет на 77-м. Почему? Узнаем дальше в ролике и купим новую тачку и продадим старые мои номера. Серия будет очень интересной. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Также, пацаны, я хотел сказать, чтобы вы подписались, пожалуйста, на мой канал, не пропускали мои ролики, ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, угарного контента. Давайте соберем к концу сентября 3000 подписчиков, я был бы вам очень-очень благодарен. Также, если вы не играли на этом сервере, можете ввести мой промокод EVAN большими буквами и получить 50 тысяч рублей на свой баланс. Играл я на сервере, записывал видос, и мне написал Кирилл, который мне еще писал, я не знаю, года пол назад, а может даже больше, что он хочет купить у меня MMM 07-97 на приоре. Я не хотел продавать, и тут я созрел и решил его продать. И после этого еще продал свою Супру, неожиданно, в обмен на очень интересную тачку. Я не думал, что я ее куплю, но все-таки купил, и она мне очень зашла. Поэтому, ставки в студию. Короче, пацаны, будем сейчас продавать Катуэль и Бакоэль. Так, значит, транспорт, MMM 07, 7 лямов. Эх, пока приора, как я не хотел ее продавать. Короче, пацаны, Денис 0.1, у него, кстати, 338-й одичник, достаточно старый игрок. Обмениваем 124-й, 3 ляма ДП на Супру на номера. Вот, 300-й тоже нихера. Ну, выгодно, пойдет. Благодарю. Я не знаю, я не проверял. Первый раз, кстати, когда я не проверял, фата-нефата, я надеюсь, фата. Если не фата, это будет такое фиаско, просто это капец. Знаешь, да, завез его на полировку, на керамику, вот здесь где-то вот сюда заехать, вот. Просто ля-ля. Можно я просто вот здесь запракуюсь? Просто охуенный. И сейчас вот эти модные там заставки, шух-шух-шух-шух-шух. Значит, подходим к этой ляле. Ну, блин, ну не секс же, а? Просто пушка. Я хоть и по факту любитель БМВ, но 124-й это любовь, не знаю, мне кажется, всех даже БМВ-шников. Это охуенный аппарат. Давайте сядем в него. Ой, просто, просто пушка, просто пушка. Можно традиционный саундчек, а? А ну. Серьезно? Я думаю, сейчас будет бурща так жестко. Да ну, это не серьезно, это какой-то 1.6 реально. Кстати, я еще даже не знаю, сколько у него владельцев. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим, сейчас будет там владельцев 40. Два владельца. Это как я ВИТО купил, вернее, его классно, 12 владельцев, это капец. Уберем ГТР. Так, я чуть все тачки не убрал. Просто охрененный, а? Только сейчас мы заедем в тюнинг. Мы немножечко изменим диски, потому что... Ну, здесь стоят уже новая мерседеса. Они хотя и сюда и подходят, но это, я считаю, колхоз. Здесь должен стоять моноблок Айро 2, который стоит в стоке. Поэтому мы сейчас едем в АШПЦ. Вот это. Это тюнинг, пацаны, если что. Просто мне кто-то спрашивал, что это такое. Так, мы вот поворачиваем сюда. Летим на всей скорости. Кстати, сколько пробегов? А, 4446 километров. Знаешь, мы приехали в Лос-Антос Customs. Вернее, с Мотер Рейдж Customs. Заезжаем и сейчас будем делать анкл-хозинг этого автомобиля. Кстати, это же, так и не сказал, это выходит волчок. 500Е. Ну да. Какие еще могут быть цвета? Красные, типа, с такси, флэшбэки и серые. Ну, серый, кстати, тоже прикольный. Ну, черный, белый. Ну, белый это точно нет. Синий. Такой у них был темно-синий. Тоже хуенный цвет. Вот. Где-то вот такой. Ну, прикольный, наверное, нет. Нет, не хочу. Хочу черный. Можно, конечно, сюда влепить мои любимые мерседесовские вот эти. Они, кстати, сюда тоже, сюда очень охрененно подходят. Где они? Третьи, вот. Ну, блин, эти диски, я не знаю. Это просто красава придумал, а не дизайнеру. Они на все мерседесы подходят. Что на старые, что на новые, что на некрасивые, что на говняные, что на бусики, что на легковые. Охуенные. Ну, они уже стоят на кабане. Я на кабане не буду, вот. А вот такие вот диски вот на кабаны еще бы поставить, было бы еще охрененно. Поэтому я ставлю стоковые диски. Да, я бы только может сделать из ФТ-шного, 124-го, стоковый. Угу. Вот. Механик, вот это все у нас ФТ-шный, я так понимаю. Я, кстати, еще не ездил, он чекал. Бля, такой чисто стелит. Я в шоке. Вот реально, мне что-то даже ролл с такого удовольствия не приносил, как этот 124-й. А если бы это еще был купе и хаммер, это был бы просто вообще... Аааа. Значит, H3, да, да, гоночная, восьми поршневая. Да, он полностью ФТ-шный. И просто едешь, сквозь стелишь. Кстати, подсветка вся в салоне работает, смотри. Все датчики, блок регулировки света. Вот справа все работает, климат, вот это все. И самое главное, что у нас осталось, да. Я же говорил номера. По факту у меня есть все номера. Ну, как все, почти все. У меня нет вообще номеров на 001 ААА. У меня нету 007. Ну, в принципе, все. Вот. Поэтому мы снимаем день. Ага. Снимаем 8 лямов. Что я хочу сделать? Я хочу сделать что-то неадекватное. Вы уже поняли, да? Да. Короче. АА001. Я собираю коллекцию на 77-м регионе. Вот. АА001.77. Это нереально, пацаны. Как бы ему уже давали 100 лямов, мне говорили. Он не хочет продавать. Я не знаю, кому там. Я его, если честно, не помню. Если вы знаете этого чела, можете написать в комментариях. Буду вам очень благодарен. 100 лямов ему давали. Он не хочет их продавать. АА001.97 тоже. Типа 99 я вообще понятия не умею, у кого они есть. И остальные тоже. Это очень дорого. Все, что мне остается, это ждать новые трехзначные регионы. Вот. И тогда выкупать. АА007. АА007. На 77-м регионе тоже заняты. Мне не успело забить их. Тоже там продают за сотку. Вот. На 97-м продают где-то за 50. Только я не помню, у кого они находятся. Вот. И в гости есть 99-й регион. Поэтому все, что мне остается, это покупать на 99-м. А потом, если что, продать. Так что нажимаем АА007.72. Давайте еще раз проверим. Может доступный. Может кто-то их слил. Может кого-то забанили. Не знаю. Хотя это вряд ли. Потому что перекупы бы уже скупили. Вот. Поэтому покупаем 99-й регион. Я еще не проверял, они заняты уже или нет. Я такой приехал. Я надеюсь, они не заняты. А их никто не купил, кроме меня. Вот. Поэтому покупаем АА007.99. Да. Вот. И теперь у нас 124-й будет прям... Ах ты шо. Та ты шо. Бля. Смотри, смотри. Какая пушка. Конечно, 99-й регион. Не особо. Это не 77. Ну, тоже пойдет. С пивком. Под пивко пойдет. Если что, я потом смогу продать и купить на 97-м. Я надеюсь. Либо на 77-м. Ну, если у меня прям бабок появится. Прям бабок. Когда у меня не было 124-й, вообще не видел. Теперь еще один. Вот есть. Марк 124. Кстати, вот сюда бы ААА 124 бы подошли. А, и самый прикол. Знаете в чем, пацаны? Что я мог купить ААА 07-77 за 8 лямов. Но это еще старая история. Я так уже, чтобы вам интереснее было. Вот. Я их говорил 8 лямов. Я сначала... Или... Не, 10 он говорил. 10. Я сначала их не хотел покупать. Потом говорю, все, поехали. Он такой, окей. Еду. Потом он замолчал. Дня 3 игнорил. А потом мне пишет, я их продал. Говорю, зачем ты мне это сказал? Ну, типа, ты мне не говорил, что ты их продал. А, типа, херней страдал. И он меня опять начал игнорить, игнорить, игнорить. В итоге что-то он... Слился. Да, он даже ничего не написал. Говорит, я их продал, типа, за десятку. Говорю, продал кому? Они говорят, администрацию. Типа, как вы понимаете, администрация денег до хера. И она их мне никогда не продаст. Поэтому 97, если продаст, то это будет вообще по оверпрайсу. Поэтому, все-таки, 99 я купил не зря. Но жалко, что, блин, начал собирать коллекцию на 77 регионе. Вот, собрал 003, 004, 005, 006, 008, 009. Это 6 номеров. И чисто 3 номера не соберу. Также давайте добавим немного информативности в этот ролик. Эта тачка стоит новая, 3 500. Вы поняли, я обменял ее на супру. Суду 4, плюс 3,1 ДП на супру. Это очень выгодно было. Продажа, если ее продавать в ГОС, то будет стоить 2 625. Чтобы сделать его фэтэшным, нужно заплатить 774 тысячи рублей. Максимальная скорость 265 километров в час. 8 из багажника, 70 литров в бак. Ну, и 92-й, либо 95-й бензин. Ну, все-таки, я не буду переставать. Ну, бля, охуенный, просто охуенный 124-й. Не знаю, в жизни купить такое, это тоже будет прям прикол. Ну, в принципе, пацаны, на этом все. Вот такой видос вышел. Надеюсь, он тебе понравился. Напиши комментарий, поставь лайк. Помоги продвинуть этот ролик в топ, чтобы многие его заметили. Я буду тебе очень благодарен. Также не забывай подписываться на канал. Если ты еще это не сделал, красная кнопка внизу. Нажимай, сделай ее серой. Давайте к концу сентября наберем 3000 подписчиков. Я буду вам очень благодарен. Также нажимай колокольчик, чтобы смотреть мои ролики всегда первыми. Ну, а у меня все. Я желаю тебе хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.